В Тюмени проверили организацию школьного питания. Сегодня члены Общероссийского народного фронта посетили два общеобразовательных учреждения. Активисты интересовались, есть ли в столовых специальные термотележки, какое меню предлагают ученикам и сколько школьников отказывается от питания. Всем ли остались довольны общественники в материале Евгении Зубцовой. Сегодня на меню идет у нас каша кукурузная с маслом, яблоко. А для тех, кто не хочет кашу, есть рис с овощами и запеченная курица. Каким будет обед школьника, выбирают родители. Оба комплекса стоят по 80 рублей. Из них 12-40 компенсирует бюджет. Это раньше в меню часто были котлеты и пюре, сегодня готовят даже хачапури. Но дети любят пельмени, вареники и рыбу. Рыбные котлеты с шпинатом. Зеленые. Очень любят, потому что очень вкусные. С морской капустой мы еще делаем рыбные. Но жалобы на организаторов питания все равно есть. За прошлый учебный год их было 25. В новом пока поступила одна. Это официальные данные регионального управления Роспотребнадзора. Чаще родители выражают недовольство в социальных сетях. Сообщения мониторят члены Общероссийского народного фронта и выходят на проверку. Почему пойти, не бойтесь уже, раз уж хотите узнать. В прошлом году активисты уже были в этой школе. Сегодня пришли проверить, как устраняют замечания. Дети жаловались, еда на столе к их приходу холодная. Потому отказывались обедать. Купили термотележку. Она держит температуру 70 градусов в течение 40 минут. Мы сейчас посмотрели динамику изменений с прошлого года. Нам, в принципе, все понравилось. Все, что нам обещали, было исполнено. Теперь мы хотим увидеть реакцию на это родителей. Как поменялось по документам, можно увидеть не все. Сейчас в регионе охват питанием среди учеников начальных классов почти стопроцентный. Среди школьников с пятой по одиннадцатой класса 98,6%. Некоторые приносят еду из дома. Для них в столовых должны стоять микроволновые печи. Сегодня приносят из дома еду. Я думаю, что питается хорошо. Потому что дома мы готовим плотный завтрак. Она приходит сытая в школу. Сегодня общественники проверили две школы. Работа продолжится, если еще появятся жалобы.